Состояние жилых домов, инфраструктуры, социальных объектов и коммуникации остаются в центре внимания специалистов Республиканской рабочей группы. Посещение столичных адресов позволяет увидеть реальную картину, услышать мнение людей и определить, какие меры необходимо предпринять, чтобы улучшить социально-бытовые условия жизни жителей. В объективе наших камер Учтепинский район Ташкента. Республиканская рабочая группа продолжила изучение в Учтепинском районе столицы. Первым адресом посещения стала 75-я общеобразовательная школа, расположенная на улице имени Зио Саида. Не учтены требования безопасности при установке трансформатора. Из-за неполадок в отопительной системе в подвале скопилась вода. Состояние потолков столовой говорит о том, что крыша протекает. Часть кровли покрыта смолой, часть – жестью. Она никогда не протекала. И только сейчас сталкиваемся с этим. В ближайшие дни устраним недостаток. Из-за того, что прорвало трубу на улице, вода заполнила подвал. Трубу починили, но всё равно вода прибывает. Не можем определить, откуда. Сказали, что всё исправят. Разбиты стёкла некоторых окон, а где-то их вовсе нет. Несмотря на то, что здание сдано под реконструкцию, работы ещё не начались. Школа рассчитана на 850 мест, а обучается на самом деле более тысячи учеников. Потому занятие проходит в две смены. Ещё один аспект проблемы связан с тем, что часть здания сдана в аренду предпринимателю для организации учебного центра. Почему? Вопрос остаётся открытым. Следующий адрес – 22-й массив Махалинского схода граждан Нанай. В этом доме в нерабочем состоянии отопительная система. Шатается стена 55-й квартиры. Практически затопило дождевой водой детскую площадку возле 22-го и 24-го домов. Полно мусора. Председатель Махали отказался отвечать на наши вопросы. Также требуется внимание кровля бывшего общежития. Штепинский район, 22-й квартал, 28-й дом у нас находится вообще в аварийном состоянии. Должен быть капитальный ремонт, но мы до сих пор ждём с 2016-го года. Куда только не обращались мы, всё отписывается с кабинетов. Здесь комиссия принимала подвал после капремонта. Система нарушена. И идёт половина дома, зал может кипяток быть, а на кухне холодный. Если жители вызывают, то приходят, сливают эту воду, кипяток. Всё. А так вообще в канализацию идёт кипяток. Около 61 миллион на подвал ушло. Как ушло, куда ушло, никто ничего не знает. Аликапоном не обшили дом, ливнёвку на крыше не сделали. Подъезды в ужасном состоянии после ремонта. Всё остальное, то, что вот здесь люди жалуются и по поводу крыши, и по поводу подвала, всё это бесполезно. Просим вас как-то отреагировать и помочь, привести в порядок вот это бывшее общежитие. Схожие проблемы и перед 25-м домом. Неполадки в водопроводной трубе. Нет детской площадки. В 2018 году пришли и сказали, что заменят лотки. С 25-го до 23-го дома их сломали и оставили в таком состоянии. Повсюду мусор. 83 камеры не работают, потому жители бросают отходы, где хотят. Мы ходим, убираем за ними. Если же заработают камеры, то и мусора не будет. А это уже 19-й и 22-й дома в Махале-Ватан-Парвар, где имеются недостатки в водопроводной трубе. Во время ненастья трудно пройти по этим местам, а детской площадкой пользуются в качестве автостоянки. 54 года здесь живем. В дождь здесь не пройти. Детям нужна игровая площадка, а там стоят машины. В прошлом году обещали решить проблему, но так и ничего не сделано. Дороги нужно асфальтировать. Сами видите их состояние. Негде играть детям. По этому поводу мы обратились к председателю Махали. Привезли оборудование для игровой площадки, но жители 14-го дома и другие граждане дали отказ, и его поделили между другими домами частично. В этом году построят площадку для детей. Если латки поменяют, то и вода не будет собираться на дороге. Не будем спешить с выводами и еще вернемся к этой теме, ибо вопросов, на которые необходимо найти ответы, много. А это опоры линий электропередач при въезде с Ташкентской кольцевой дороги на улицу Самарбану Махалинского схода граждан Заравшон. В 2019 году было выявлено ее аварийное состояние. Об этом оповестили работников электросети. Однако до сих пор не принято никаких мер. А ведь опора держит провода с напряжением в 10 тысяч вольт. Если они упадут вместе с опорой, даже думать об этом не хочется. Это прямая опасность для здоровья и жизни людей. Также вокруг машины. Словом, готовая чрезвычайная ситуация. Третий переулок. После замены водопроводных труб не отремонтировано асфальтовое покрытие. Такая же проблема и на улице Газалхон Махалинского схода граждан Урик-Зор. Местное население по возможности асфальтировало половину улицы. Остальная же часть вот в таком вот состоянии. В начале улицы Гульсанам, расположенной напротив торгового центра Урик-Зор, тоже много машин. Несмотря на то, что при содействии Махалинского схода граждан этот участок был расширен на 3 метра, до сих пор сохраняются пробки. А ведь, как нам сказали, по обе стороны улицы имеются автостоянки. И на территории самого торгового центра еще три. Ими пользуются почти 20 тысяч покупателей. Тем не менее, многие автомобили оставляют вдоль улицы. Может быть, причиной тому плотное расположение торговых точек возле автостоянки. Здание расположено возле рынка. Много приезжающих сюда. На втором этаже есть торговые точки. Вынуждены показывать в действии велосипеды для поднятия торгового оборота. Потому ставим их здесь. Разрешение Хакимята есть. Но некоторые установили здесь будки. Также стали свидетелями неудовлетворительного процесса приготовления пищевой продукции в торговых точках из легких конструкций. Что же мешает предпринимателям создать надлежащие условия, соблюдать правила санитарии. С 2018 года веду свою деятельность в Учтепинском районе. Если создают условия и сделаю дислокацию, то сама приведу в порядок свое место и буду вести работу, как подобает. Ведь все эти требования прописаны и в документе по дислокации. Некуда деваться дождевой воде по улице Шоир-5 в Махале-Штаф-Тол-Изор. Она по внутренним дорогам поступает прямо в канал. В 2019 году на основе программы начаты работы по строительству канализации, но не отремонтировано асфальтовое покрытие. Жители около 400 домов пожаловались на то, что прогнили водопроводные трубы, вследствие чего в некоторых домах сыро. В стенах появляются трещины. Во время замены водопроводных труб в 2019 году из-за плохой трамбовки открылся фундамент. И такое состояние представляет опасность. И действительно, положение в Махале-Штаф-Тол-Изор не из лучших, что привело к другим бытовым проблемам, которых здесь предостаточно. Когда же завершат прокладку канализации и установят насос, обновят водопроводные трубы. И кто возместит ущерб населению? Жители в тревоге от строительных и бытовых отходов вдоль канала. Ухудшением санитарного состояния. Это въезд с Большой кольцевой дороги. Сами видите картину. Приходили с экологией 2-3 месяца назад, но ничего не изменилось. И там мусор. Здесь торгуют овцами 24 часа в сутки. Об этом знает и участковый инспектор профилактики. Он разгоняет, потом все снова собираются на этом месте. А что будет летом? Наверное, будут производить убой скота. Да, проблем немало. Как говорят сами жители, не развита инфраструктура Махали. А самая близкая школа, куда ходят дети, расположена в 6 километрах отсюда. В доме Коблджона Толипова проживает 4 семьи. Он взял на свое попечение племянницу Махлио Ходжиеву и троих ее детей. Однако жилье не отвечает требованиям. Старший ребенок через 3 года получит гражданский паспорт. Однако никто из детей не прописан по месту жительства. В таком положении и семья брата Махлио. Окажут ли содействие матери-одиночки? Будет ли она обеспечена жильем? Какая помощь предоставлялась в течение 15 лет со стороны руководства Махали? Мы дали все поручения касательно ремонта дома. Таким семьям время от времени оказывается помощь. Документы на получение жилья еще не сданы в Хакимят. Там и решат вопрос. Республиканская рабочая группа продолжает свою деятельность в столице.